Около 700 работников социальных учреждений Минтруда Дагестана, интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а также интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья перешли на посменный режим работы. О том, как персоналу и их подопечным удавалось соблюдать все требования самоизоляции, расскажет Алина Багилова. Так, в доме-интернате для детей с ограниченными возможностями заботы, где сейчас в режиме самоизоляции находится 82 ребенка, в каждой смене работает по 15 специалистов, среди которых врачи, педагоги, повара и технический персонал. Как отметили в интернате, во время смены персоналы с трех отделений не контактируют даже между собой. Прогулки проводятся поэтапно. Но в данный момент 82 ребенка, потому что до того, пока интернат перейдет на закрытый режим, были случаи, когда родители забирали или родственники своих детей, и когда мы уже закрылись, мы не имели возможности их принять назад. Ну, в принципе, они как бы и не хотели их отдавать. Сказали, что по окончанию карантина приведут. Вот сегодня у нас 82 ребенка. Каждая смена длится 14 дней. Все это время работники не покидают учреждения, общаются с близкими только по телефону. Нянечка Зухрабик Палатова каждый день на связи с 10-летней дочерью, которой в отсутствие мамы выполняет всю работу по дому сама. Мамочка, как у тебя дела? Мы так соскучились по тебе. Я тоже, доченька, по вам всем соскучилась. Все хорошо у меня, все хорошо, моя лапочка. Вы пообедали? Да. Да, я покормила стальку, накормила папу. Ага, лунице. Владимиром Путином было поручено произвести дополнительные стимулирующие выплаты социальным работникам. За особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса. Уже около 700 социальных работников получили выплаты за отработанные смены на сумму свыше 15 миллионов рублей. Мы еще хотим поблагодарить наше руководство республики за то, что оценили наш труд, то, что самоизоляция, то, что мы 14 дней отработали, получили стимулирующее. И еще хотелось бы поблагодарить за условия, которые созданы в интернате «Забота». Они, можно сказать, приближены к домашним условиям. Все условия есть, плюс хорошее питание.